Экскурсию для воспитанников студии журналистики молодежного центра и объединения фристайл детской школы искусств номер два провела руководитель пресс-службы городской думы Ольга Щеголихина. Ребята обсудили с представителями власти важные для Сарова моменты. Например, речь шла о плате за содержание лифтов для жителей первых этажей, отмене школьных завтраков. Встреча проходила в формате диалога, дети высказали свои предложения по острым социальным вопросам. Ребят также интересовало, с чего нужно начать, чтобы стать депутатом. В первую очередь, как рассказал Александр Тихонов, нужно обладать определенным набором черт характера. Уметь убеждать людей, обладать широким кругозором и быть честным перед своими избирателями. Не давать пустых обещаний, но в то же время реально оценивать ситуацию и людям в предвыборной кампании реально говорить обещания. Потом выполнять. Конечно, много времени нужно на это, потому что есть ветеранов много, бабушки, им тоже внимание нужно. И в большой степени есть дети. Ребята только делают свои первые журналистские репортажи и начинают разбираться в политическом устройстве в Сарове. И подобные встречи помогают им лучше узнать, чем живет их родной город. В городской думе всегда рады встречи с журналистами. А с юными журналистами, конечно же, вдвойне, потому что это не зашоренный взгляд, потому что это свои мысли новые, свежие. Почему важно для ребят побывать в коридорах власти, если можно так сказать? Потому что нужно с измольства разбираться, как устроено наше общество. Интересно было посидеть в кресле депутата, поговорить с главой города, узнать, как проходит их собрание, также поговорить с заместителем главы города, узнать, что будет в городе нового, просто поговорить с ними, поговорить относительно школы, узнать что-то из их личной жизни. Подробный сюжет начинающих журналистов о работе городской думы, которая в этом году отмечает 25-летие, смотрите в мартовском выпуске программы «Наше время» на канале 16.